Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. И сейчас я приехал к Диме Квасову в бокс. Вот уже ночь, там идет работа. Я на самом деле хотел поспрашивать про турбину на Чайзера. Да, у меня недавно пришла такая мысль. Раз уж мы собираем новый двигатель, то сразу туда хотелось бы поставить турбинку посвежее, пободрее, чтобы ехал лучше. И, конечно же, подкинуть мозг. Так вот, один из вариантов это поставить турбину Forced Performance и мозг Вемс, чтобы это все заработало с моими форсунками 540-ми и выдало где-то там 450 сил. Помните, в одном из прошлых видео я показывал как раз эту турбину на красной сливе, которая стоит там. Там стоит, правда, первый ее стейдж, а сейчас стейдж 3 это уже на шарике. А это значит, что раздуваться она будет ниже по оборотам, спул будет быстрее и, короче, отзывчивость мотора будет круче, чем, например, на стейдж первом. Почему я захотел, кстати, турбину? У меня на Чайзере стоит турбина Томэй. Она довольно неплохая, она в хорошем состоянии, там не люфтит, ничего. Но она сама по себе старенькая, она втулочная турбина, и как бы с нее можно выйдут там те же 400, 400 плюс сил, но они будут такие поздние, мотор будет позднее, его надо всегда держать, будет на клочах, всегда разгазовывать. А все-таки хочется, чтобы Джей ехал как бы с низов. Ну и не только это, хочется просто отзывчивый мотор, примерно как на сливе моей. Пока я гонял на Чайзере, у меня давление было 0,9 единичка, мощность, если честно, я не чувствовал там какой-то. Еще была настройка на 1,2, но когда я включал 1,2, там были какие-то просеры, пропуски, сжигания, но, скорее всего, это было связано с катушками, потому что там, когда мы разбирали, все было такое уже ржавенькое, все провода были окисленные. Вот эту всю систему, естественно, я поменяю, приведу в порядок. Ну и, как я уже сказал, раз уж собираем двигатель, можно попробовать собрать его на таком неком жирке. Плюс у меня там еще стоит коллектор HPI. Это, получается, тюнинный коллектор японский, который типа под сток, но, естественно, и проходные способности его куда лучше, чем на стоковом коллекторе. А вот эта турбина от Forced Performance, она идет как раз под сток коллектор, соответственно, она подойдет и под мой HPI коллектор. Ставится туда, и как бы там ничего вообще не меняется. Outlet и Downpipe у меня, естественно, тоже тюнинные. У меня, по-моему, Outlet стоит тоже HPI. И это значит, что еще можно больше мощности снять с этой турбинки, потому что продувка лучше. Поэтому вы сейчас увидите наш диалог с Димой Квасовым, как вообще выглядят эти турбины, из чего они состоят, и какое различие между ними. Мы сейчас поднялись наверх, сюда в моторку, где здесь небольшой склад, чтобы сравнить как раз турбины, про которые я рассказывал. Как раз мы сравним Stage 1 со Stage 3 или Stage 2? Stage 2 и Stage 3. А, Stage 2 и Stage 3. Вот эти турбины. Это гибридные турбины. Что такое гибридные турбины? Это взяли стоковую турбинку и, получается, переделали ее полностью, расточили, поставили туда новый картридж. Это сама часть, которая отвечает за крыльчатки. Вот серединка. Я же правильно говорю, да, Дим? Ну, плюс-минус. Это не просто, конечно, от балды все поставили. Конечно же, продули там тысячу раз, все это проверили, рассчитали. Но так, по-простому, если объяснять, то это так. Еще это называют некоторые мод турбо. Нет? Или это не так? Мод турбо. Я живу в России, как говорится. Гибриды. Не, мне просто говорят, мне на Геттер говорили, так у тебя же мод турбо. Я такой, так гибридно. Так это мод турбо. Ну, может быть, да. Короче, да, гибриды. У нас в Японии мы называем гибриды. Значит, сейчас вам покажу Stage 2. Вот он. И Stage 3. Видите, здесь чуть-чуть побольше. Не-не, здесь они одинаковые. Здесь они одинаковые, а мне казалось, побольше. Это вот. Сравнился Stage 1. А, вот Stage 1. Явно видна разница. Хотя... Не, ну да, видна. Здесь уже актуаторы стоят такие, не заводские. Так, мы сейчас их перевернули, и здесь должна быть прям видна разница. Получается вот в этом, да? Отверстие, как это называется? Да, ну не то, что отверстие, а в клетчатке. Она на шарике. А вот это на втулке. Да, это втулка, это две шарики. То есть здесь грим-тиш, вал стоит. То есть он меньшего размера, колесо. Ну и колесо лопастей маленькое другое. А, ну да, здесь лопасти вообще другие. Да, лопасти другие, и оно больше. И здесь больше. То есть даже вот по расточке, если посмотреть, то здесь вот расточено еще родное место, а это не задето. То есть здесь уже расточено. Да, здесь прям все расточено. И вот такая турбина. Ну вот эта, да, уже два знака. Будет хорошо вообще ехать. Хотелось бы такую на Chaser. И еще чем они отличаются от Stage 1? Здесь, ну, во-первых, усиленный актуатор стоит, и калитка большего диаметра. Ну, потому что количество выхлопных газов больше, соответственно, но и, так сказать, визгей должен быть больше. Ты говорил, что еще на этих турбинах надо ставить армированные шланги и слип, да, делать? Да, если, допустим, взять Stage 1, то есть она полностью болтон, корпус картриджа используется стоковый, то есть она по обвязке полностью стоковая, то здесь я уже установлю другой свой картридж. Да, я вижу. То есть здесь уже и охлаждение, и масло, и подача, и слив как бы свое. А здесь рестриктор встроенный? Нет, рестриктор на любую турбину устанавливается наружнее. То, что стоит внутри, это не рестриктор, это, ну, так называемый вспениватель. Для чего это сделано? Когда масло поступает, там сделан рестриктор такого плана, что он, ну, как отверстие, и внизу площадка, то есть масло давит давлением, и за счет этой площадки оно ударяется и начинает вспениваться. То есть именно вот этой пеной оболакивается подшипник и смазывается. Насколько я знаю, что в шариковых надо масло очень мало, да, турбине? Да. Поэтому ставят вот эти рестрикторы, которые заужают весь поток. Шариковая турбина, она не имеет уплотнений. То есть если втулочная турбина, у нее стоят кольца, которые держат давление масла и не дают маслу просочиться, ну, в холодную, там, в горячих. У шариковой турбины этого нету. Если туда подать много масла, соответственно, оно пойдет, ну, бежать и во впуск, и в выпуск. Поэтому... И будет дым из трубы. Да. Например. Поэтому, как бы, у шариковой турбины и ставится рестриктор, и вспениватель для того, чтобы, ну, смазать весь подшипник. Понял. Теорию понял. Вот такие вот турбинки, получается, первая, вторая и третий вариант. Конечно, я рассматриваю третий вариант. Но я пока... Ладно. Ну, не раз бывали проблемы, когда люди ставят новую турбину, завели, и она сразу вышла из строя. Причина в этом какая? То есть если обратить внимание... Много случаев с Forset Performance? Ну, такого, чтобы сразу, как бы, я ни разу не помню. Из того, что, ну, вышла из строя, ну, прям, не очень много, как бы, ситуаций. Допустим, вот эта турбина, да, она вышла из строя, но там проблема была то, что забила вот эту трубку грязью. Это люди брали, ну, то есть сами там устанавливали, не проверили систему, и кусочек герметика попал и забил. Мы прям сняли. На охлаждение? Это на масло? А, на масло. А втулка без масла, ну, вообще не живёт. Вот эта вот внутренняя часть, это, по факту, ещё является стопором. Вовнутрь вставляется подшипник, у подшипника есть наружняя и, ну, внутренняя обойма. То есть это является стопором, в наружней обойме есть отверстие. Вставился подшипник, и стопор вставляется, чтобы, ну, наружняя обойма не крутилась. Рестриктор, который устанавливается снаружи, его нельзя сильно затягивать если его сильно затягивать то можно этот стопор протолкнуть дальше и тем самым сломать из-за этого короче может полететь турбина да если ты передать продавил дальше сломал как узнать просто так на ощупь типа вот тут зафиксировался все ну или там не докручивать сильно или момент какой то есть или что как не сломать турбину или только у тебя ставить как такового момента вот почему-то не придумано но либо может быть я его не знаю ну обычно ты как бы от руки затягиваешь не супер сильно короче да не мега сильно не от души там принципе и все соединения конические то есть в общем да показал турбинку возможно у меня такая будет на чезере если все будет хорошо и как раз думаю спул и вообще отзывчивость мотора на шариковой турбине будет куда круче чем сейчас на довольно такой старенькой там с кей там и они уже прошлый год вот кстати я говорил об этом фильтре впускном еще какой-то дига гигантский небольшой разжи серёгу это вон к нему турбина лежит я вижу а это чё о пайпы нормально ничего себе зацените какой пайп морально громадный фига себе это под вот эту турбину охренеть она очень большая попробую подымись а я только спину залечил нет смотрите вот лежит по типу то по типу такой нет не по типу такой а это 30 разница на лицо я ну надо хотя бы не за 35 это что 30 до гигантская turbo первоклассник и выпускник вот вы до погрузились небольшое такое это турбинное царство узнали больше о турбинах круто спасибо димшу рассказал такая информация она как бы ценная потому что не так не так просто ворваться в диме тут узнать все у нас все показать на видео спасибо поскольку прокладок там и лично надо на рыба есть на всякий случай да да что ты две взял ребята огромное спасибо что посмотрели этот выпуск теперь вы услышали все про турбинки дима там все подробно рассказал спасибо ему еще раз но с вами был я серёга стилов ставьте обязательно лайк поддержку видоса я думаю турбинку я точно эту прикуплю ну надо реально взбодрить чайзер чтобы мои все тачки были около 500 сил сток круто но я понял что со своим уже скиллом да на стойке короче мне скучно я приезжаю на какие-то развязки силовые дуги так сказать и не могу на стоке ехать вот поэтому надо обмочить и на этом наш видосик заканчивается всем пока до новых встреч до новых встреч